На месте крушения вертолёта Ми-8 в Октябрьском открыли памятник. Трагедия случилась в сентябре прошлого года во время учебно-тренировочного полёта. Погибли три члена экипажа. Во время церемонии открытия памятника на месте крушения вертолёта Ми-8 начался проливной дождь. Казалось, что сама природа плачет по невинным жертвам этой страшной трагедии. В тот день, 21 сентября 2016 года, члены экипажа проводили учебно-тренировочный полёт. Отрабатывали технологию воздушного мониторинга в сложных метеоусловиях. Даже в последние минуты жизни они выполнили свой долг. Опытные лётчики предприняли все необходимые меры, чтобы уйти от жилой зоны, которая находилась буквально в километре от места происшествия. Этот полёт, к сожалению, выполнялся на малой высоте. И лётчики, не выходя из пилотажной зоны, выполнили манёвр, в котором, к сожалению, не хватило высоты, чтобы уйти. Поэтому произошла ситуация, не штатная ситуация. Это вот вертолёты с самопроизвольным левым вращением. На борту вертолёта находились начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС 38-летний Роман Фролов, его заместитель – 42-летний Дмитрий Арсеньев и самый молодой член экипажа – бортинженер Максим Филиппов. Ему было 32 года. Идея установить мемориал на месте падения вертолёта принадлежит коллегам погибших. Хочу всем нам пожелать только одного – чтобы в нашем центре это был последний монумент. Ребята, будьте живы. Спасибо за память, спасибо за верность долгу. Слова благодарности от лица всех родственников погибших выразил отец Романа Фролова. Он отметил, что на протяжении всего года они получали огромную моральную поддержку. И эта беда стала по-настоящему общей. Спасибо всем большое, огромное родительское спасибо за то, что не забывают. И я надеюсь, что не забудут. У меня ещё есть два сына, которые тоже лётчики. Я надеюсь, что они также будут служить честно, с гордостью о том, что их брат достиг таких высот, был назначен на руководящую должность. Открывая памятник лётчикам или провожая их в последний путь, принято поднимать в небо воздушное судно. Над мемориалами экипажу Ми-8 пролетел такой же аппарат, на котором они совершили свой последний полёт. Луиза Игазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.